всем привет из франции и самое наилучшее пожелание девчонки я дело в том что хочу попросить совета вчера я пошла записываться к своему мастеру в салон на покраску как вы помните прошло уже три месяца они делали ламинирование на три месяца и в общем по истечении трех месяцев мы договорились что мы сделаем второй раз балаяш как он здесь называется это что-то типа мелирования но немножечко отличается по фасону работы и в общем короче говоря ушла я ни с чем и вот хочу посоветовать попросить у вас совета хочу посоветоваться с вами со всеми кто что мне напишет то кто что мне скажет дело в том что мне предложили несколько вариантов первый вариант как видите корни у меня уже отросли я специально показываю в ванной комнате где очень все хорошо видно и мне предложили поскольку у меня видите как есть темные пряди есть вот как промилированные светлые и вот здесь вот они тоже у меня как бы снизу темные и первый вариант мы немножко прокрашиваем вот эти вот темные пряди краской под тот цвет волос который ну вот у меня натуральный затем идет более темный блонд и конец волос получается более песочный как бы такое послойное окрашивание сейчас это очень модно у нас во франции но но не знаю короче говоря я не знаю вот почему прошу совета второй вариант который мне предложили самый простой это мы просто делаем вот такой вот цвет на сами корни и пустим несколько более светлых прядей на полностью всю поверхность волос и третий вариант мы оставляем вот эти вот корни но делаем милирование как это называется коррекцион коррекция милирования общем они по корням только так ну как бы светленькие прядочки пустят и за счет этого как бы будет и новое милирование и посветлеют сами вот корни они не будут такими черными посоветуйте пожалуйста какой вариант мне выбрать или вот это вот трех трехслойная переходное вот это вот амбре не амбре ну в общем это совершенно новая вот от темного темный средний и совсем ну как не совсем светлый он будет вот такой вот как есть или же мы делаем полностью весь тут вот такой то есть закрашиваем корни или же делаем вот как я говорила милирование несколько светлых прядочек так ну сегодня у меня как всегда много дел вернее как ну не знаю много ли мало ли будем готовить будем что-то делать с миленкой потому что уже остаются совсем последние денечки перед его поступлением в школу всем кому интересно оставайтесь с нами если у вас есть более нужные более важные дела желаю вам удачи и хорошего дня меня попросили показать как выглядит вот этот ланч бокс для милен вот мы купили новые ей в оркестре и в общем сама коробочка на маленькая мы выбрали вот такую вот очень простой нажимаешь и крышечка одну рукой не получится открывается я сейчас покажу и еще стоимость вот этого 6 евро и 16 евро сумочка к нему ну скажу честно если я была сама я бы купила только ланч бокс но поскольку мы были с папой то папа естественно для любимой доченьки купит все что ему понравится или то что есть захочется в общем вот это вот коробочка вот я ее открыла и она вставляется вот в эту сумочку и ребенок в общем несет свой завтрак сумочка тоже на такая симпатичная очень красивая под тон коробочки здесь вот такая вот дивуля тоже прикольная она как атласная такая и в то же время ну там какая-то такая прокладочка есть ну типа как тоненького тоненького синтепон чека что в сумочке ну наверное рассчитано на то что где более холодные регионы чтобы не замерз там фрукт или что вы туда положите в общем вот такая вот коробка с вот такой вот крышечкой и вот ребенок вот видите закрывается легко открывается тоже на кнопку там было вот так вот с ручкой которая открывается на мета не понравилось и сейчас покажу как миленка будет это все носить туда нужно складывать сок и ну какую-то булочку или пироженков или печеница так вот это будет выглядеть уже в готовом виде как она будет носить свой полудник в школу на застежечке вот такая небольшая сумочка сколько раз я уже зарекалась называть какие-то таксы тарифы относительно оплаты там того или иного школы садика коммунальных каких-то услуг взносов в общем налогов и потому что ну как в каждом регионе видно разное все это и считается по-разному и даже в разной школе по-разному считается вот показываю чтобы ни у кого не было сомнений вот тариф плен это значит ну для всех детей вот мы платим вот 395 как я и сказала 4 евро в день и тариф для здесь вот перечислены категории людей которые имеют скидку в 45 центов это 350 для категории малообеспеченные многодетные вот люди которые получают пособие ну и так далее так далее тариф этой как она гардерии ой продленки 245 вот тоже показываю и еще я забыла сказать что если ребенок или аллергик то еще семья доплачивает евро 30 за его питание так ну вот это вот часы даже видите вечером я сказала в 19 она 18 30 и показываю вот это час после занятий 30 евро с одного ребенка на за год у нас не шесть не пять не четыре не десять у нас 30 евро так что вот показывают документ официальный который нам дали в нашей школе сегодня мы с милешкой он готовим плов на обед плов у нас будет с курицей видео рецепт не снимаю поскольку ну как сейчас объясню во первых плов у меня ну наверное не совсем традиция традиционный поскольку у меня здесь и баклажаны много моркови лука сладкий перец свежие помидоры в общем травы и как вы видите у меня здесь наверное будет не плов с курицей а курица с пловом потому что у меня любят очень именно плов с куриными ножками и бульон получается такой наваристый ну и в общем сами куриные ножки у меня как-то в семье очень хорошо на ура просто идут а почему не снимаю видео рецепт как бы даже на мой на свой вот этот вот плов на мой личный рецепт сейчас я вам расскажу дело в том что не так давно я снимала сюжет о том как я училась готовить кускус в общем ну у нас вообще все как всегда когда ты не ожидаешь чего-то похабного она к тебе приходит и вот так получилось с этим кускусовским сюжетом дело в том что я показывала так как готовят это блюдо в нашей семье у меня это блюдо готовит свекровь и рецепт она привезла из алжира когда она там работала врачом и даже вот в посуде мы подаем в той которая приехала именно оттуда вону как-то традиционно у нас это и в ресторане тоже в марокканском я тоже ела наподобие ну вот ну как не так потому что я же не супер повар я не ни в коем случае не говорю что готовьте так как я потому что я лучшая нет я только училась и только показывала как в общем что и в какой последовательности готовить и тоже друзья которые в марокко отдыхали тоже ну в общем рецепт в принципе практически там самое главное специи и ну естественно наличие самой крупы кускус овощи и овощи тоже могут варьироваться ну как вот у нас в борщу то каждой хозяйки он свой так и здесь не хочется конечно мне выражаться но вот вы знаете те люди которые так похабно прокомментировали в принципе безобидный сюжет ну ну просто балабол и сейчас объясню почему пишет мне одна женщина что вот лиля я живу в марокко более 15 лет я лучше всех готовлю кускус в общем прекрасно знаю как что делать в общем то что вы приготовили это вообще не кускус я очень вежливо отмечаю хорошо спасибо за ваше мнение напишите пожалуйста ваш рецепт потому что ну действительно я только учусь и я знаю как бы в украине в россии мы такое не готовили я никогда не пробовала я попробовала первый раз это здесь и мне ну в общем понравилось и естественно как бы все вот это время это супруг готовил или там сестры его ну кто-то у кого-то мы ели но не я сама готовила и и все время набор продуктов вот такой вот набор специй тоже мы постоянно покупаем у женщины которая она сама из алжира я привозят и ей оттуда вот эти настоящие хорошие специи правильные и я же прошу что напишите раз вы живете 15 лет марокко дайте мне ну как ну настоящий рецепт попробую и ваш ответа нету естественно вторая пишет я в шоке вообще это не марокканское блюдо и вообще то что вы приготовили это ужасно это ужасно опять же пишу хорошо спасибо за ваше мнение напишите правильный рецепт и как что делать если у меня не так 3 вообще написала что я готовлю так ну короче чтобы брюхо набить и как бы дешево и сердито и вот после вот этого вот ну такого знаете как не то что неприятно именно похабанного похабанного если вы балаболите отвечаете за свои слова но напишите тот правильный рецепт раз вы там живете и там знаете раз вы готовите прекрасно лучше меня в тысячу раз и правильно и все у вас так как о топ шеф-поваров самых лучших марокканских алжирских ливанских ресторанов будьте добры ну хотя бы или как вы чё боитесь секреты свои раскрыть тогда не надо грубить мне и не надо хаять то что делаю я зайдите на рецепты любой я открыла википедию я открыла сайты такие как мармитон но это как типа поваренок ну тут во во франции тут очень много сайтов где тоже кускус рояль набор продуктов один к одному практически то что было у меня и я вот не понимаю если ты назвался груздям полезай в кузов ответь за свои слова за то что ты сказала что я приготовила неправильно напиши как правильно и поэтому если я сейчас покажу плов который я готовлю да еще и у боже в мультиварке они в казанке это у меня будет порезана не так и курицу вообще туда не кладут и поэтому знаете как опять да доченька читать вот эту похабщину мне абсолютно не хочется и тем более ну ну в общем вы сами понимаете поэтому плов готовлю за кадром и есть мы его тоже будем за кадром но многие из вас конечно могут сказать лиля плюнь забудь не читай снимай и показывай знаете конечно можно плюнуть можно вообще закрыть канал и вообще никого не видите не слышать вот этого вот г которая льется бы люди которые вот ну нормальные люди которые смотрят мой канал и мой кулинарный канал они адекватно все воспринимают но они не понимают насколько вот это неприятно когда тебя не заслуженно но не то что обижают а вот похабят именно похабят когда ты делаешь что-то во имя добра а тебе это вот знаете как одна волна зла другая волна зла и третья волна зла и поэтому каждый выбирает свою кто-то канал закрывает а кто-то вот так вот как я решает что ну короче какие-то вещи я показывать не буду это же самое касается семьи вот тоже когда-то когда же у меня не помню уже под каким видео тоже был комментарий что якобы а наверное про канал когда я спрашивала мнение про канала женщина написала что как бы да 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 вы не можете вести live канал потому что ваша жизнь как-то не то ли скучная то ли не насыщенная событиями но знаете как я не знаю а вы предпочитаете жизни тут увидите которая она есть у человека или вы хотите шоу если вы хотите шоу то явно вам не на мой канал потому что у меня посмотрите мое первое видео я сразу сказала что жизнь будет освещаться такая какая она есть среднестатистической французской семьи интересно оставайтесь неинтересно идите своей дорогой на шоу каналы где вы увидите ну не знаю я постановочные видео где вам будут рассказывать там я не знаю про какие-то события про наследство которое свалилась а потом исчезла про развод с мужем который то состоялся то не состоялся про не знаю там каких-то бывших мужей новых мужей ну в общем таких каналов много и выбор конечно же за зрителем у меня я сразу говорю у меня нету может быть моя жизнь очень скучная может не такая насыщенная которую там кому-то хотелось видеть но она такая какая она есть и поэтому я вообще последнее время решила что темы для видео то как в какой паре в каком порядке будут выходить видео я уже не буду спрашивать а что вы посоветуете что вы я буду делать вообще то что я хочу у нас с погодой в общем тучки парит невероятно знаю буду наверное делать сегодня барбекю ой что там с моим циклом у меня розовый на 5 вот чайная вот это вот расцвела это засыхает мне даже жалко их обрывать бутончики ой чуть цикломенчику видать жарко надо его срочно полить в общем градусов наверно 35 38 у нас готовить ничего не хочется в общем будем сегодня на гриле он милена кинула мороженого так мою я гриль и буду я сегодня делать колбаски на гриле так вот у меня спрашивали по поводу колонхоя что я с ним делаю обрезаю не обрезаю в каких горшках в общем смотрите вот этот он у меня цветет все что сухое я убираю и он разрастается по новой а вот это вот новенький цветочек совсем он у меня я его пересадила в более такой большой горшок и посмотрим как он будет себя вести потому что вот этот вот горшочек он совсем небольшой но если смотреть так то в этом горшке он широкий в нем раз два три кустика а здесь вот один такой большой кустик в общем как будет он расти как он будет себя вести я естественно буду показывать так ну чё ребята моем где застукала нашу тикунет очку на самой крыше лифта представляете стоит несколько дней у нас такая удушающая влажная жара просто невыносимая кошка вот нашла место под самой крышей вот здесь вот спит у меня тикунетка тики девочка моя тики знаю может ее водой помочить тикуша тикуся тикучка маленькую тяжело тебе жарко дома хорошая такая угрожающая туча да не 1 а я же барбекю наметила делать что их вообще тьма тьмущая ну будем надеяться что я успею поджарить потому что уже подготовила гриль в общем вот это будет мой ужин сегодня вернее как мой но на всю семью вот это вот четыре это колбаски мергез и вот это вот такая вот колбаска сосиса дютилус как она называется это остаток от романтического ужина который у нас был такой знаете колбас на креветоч на кальмаровый в общем прикольно было ну ладно сейчас хочу вам кое-что сказать хочу обратиться к своим зрителям и объяснить как обстоят дела по поводу заказов по поводу кулинарных видео дело том что сегодня опять зашла в свои комментарии и пришел запрос от женщины она спрашивает как заказать и парфюм дело в том что все по заказам на парфюм на корзинке в общем если вы что-то хотите купить на территории франции вся информация находится в инфобоксе под каждым видео там и мой адрес как со мной связаться и так далее так далее так далее открываете видео и там вернее как вот под видео спускаетесь и там написано развернуть вот вы разворачиваете и смотрите там все 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 есть затем девчонки по поводу кулинарных видео тоже спрашивают почему но это видимо новенькие подписчики которые не знают лиля почему перестали снимать кулинарные видео я не перестала снимать я продолжаю но они все находятся перенесены на кулинарный канал который называется готовим с лилия франц если вы заинтересованы только в моих кулинарных видео то подписывайтесь на тот канал и но в общем ждите оповещения когда выходят видео и смотрите только кулинарные видео на этом канале если я и буду выкладывать какие-то кулинарные видео то скорее всего это будут диетические рецепты или рецепты по диете дюкан всем большое спасибо что вы провели этот день со мной надеюсь он у вас тоже был насыщенный интересный и в общем не пролежали просто так на диване хотя это тоже классно когда ты можешь лежать на диване читать книжку или смотреть любимый сериал ну и в заключении вечера пока дождик не пошел в общем буду я готовить свои сосисы как они здесь называются и буду кормить свою семью всем пока пока и до новых встреч субтитры Продолжение следует...